Безусловно, потому что те меры, которые приняты сейчас, у них, безусловно, недостаточно. То, что происходит сейчас, это косметические меры. Это смешно, нужно освобождать людей в гораздо большем масштабе. В таком случае, европейские страны могут пересмотреть свое мнение на Четолимпиаду, а так я призываю. Я призываю к бойкоту, я призываю к честности, я призываю не покупаться на нефть и газ, который может предоставить Россию. И призываю действительно применить те гуманистические нормы, традиции, правила, о которых говорит Европа. И это было бы действительно честно. Я за правду, честность. Во мне ничего не изменилось с тех пор, как я села. Я осталась сильнее за коленей. Я надеюсь, что теперь я смогу менять ситуацию в стране к лучшему. Я буду стараться это делать. Ни в коем случае. Те люди, которые оккупировали Россию, этого не дожидутся ни в коем случае. И я не знаю, чем еще можно запугать человека, который сидел почти два года. Во мне прибылась решимость. К вам обращались кто-нибудь из патриархов Росправославной Церкви с предложением по милиции или еще кто-то? Вы планируете к ним как-то держать контакт? Если они обратятся, я побеседую с ними. У меня нет никаких обид. Вы будете встречаться с Марией Алёхиной? Когда и какие у вас дальнейшие планы? В ближайшее время я собираюсь встретиться с Марией Алёхиной. У нас есть проект, который нам необходимо обсудить. Это проект правозащитной организации помощи заключенным в России. Надежда, действительно она сейчас летит в Красноярске? У нас было это в планах. Поскольку я вышла из заворот две минуты назад, я не могу вам утвердительно сказать. Да, 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 точно. Но нам нужно встретиться с ней как можно раньше для того, чтобы... Можем налетить в Санкт-Петербург, значит. ...вместе работать. И использовать тот опыт, который мы обрели за вот эти почти два года. И не оставить это время просто так. Я не считаю это время потерянным для себя. Я обрела уникальный опыт. И действительно заниматься конкретной правозащитной деятельностью будет теперь гораздо проще, чем раньше. Я повзрослела, я узнала государство изнутри. Я увидела эту маленькую тетритарную машину, какая она есть изнутри. И Россия действительно построена по модели колонии. И поэтому так важно нам менять колонии сейчас, чтобы изменить Россию вместе с этими колониями. Колония и тюрьма это лицо страны. Как вы относитесь с сотрудниками ВСИН? Все одинаковые, все разные? Ни в коем случае. Есть достойные, честные сотрудники ВСИН. Но есть и люди, которые нарушают наши права ежедневно. И права тех людей, которые могут попасть туда от суммы и тюрьмы, говорят. И поэтому каждый, я считаю, должен бороться за это, чтобы условия были по-настоящему достойные. Как бытовые, так и психологические. Отношение к заключенному должно быть такому же, как к обычному нормальному человеку. Может быть, и даже более трепетное, может быть, более внимательное. Но ни в коем случае не к отбросам общества, как это происходило в том регионе, из которого я уехала. Как это происходило в Мордовии. Я хочу понять, хочу, чтобы вы поняли, что я ни в коем случае не мажу всех сотрудников одной грязной краской. И я увидела также за время своего заключения то, что они могут быть настоящими. Они могут частно вести свою службу, не вести свою службу. И мне хотелось бы, чтобы таких становилось больше. Очень многое зависит от главы того региона, в котором находится уголовная исполнительная система. В частности, в Красноярске ситуация гораздо лучше. Красноярскую ситуацию курирует Шайшенко в данный момент. А в Мордовии Семченков. Мне, честно говоря, очень хотелось бы поработать над тем, чтобы Семченкова сместить. Потому что я боюсь, что до тех пор, пока Семченков будет в власти, в Мордовии ничего не изменится. Людей будут так же убивать морально и так же физически. Об этом будут так же скрываться, потому что в регионе процветает круговая порука. Прокурор приезжает и говорит о том, что он не видит ничего. Хотя, знаете, несколько дней до этого там была огромная московская комиссия. Она сказала, что выявлено безумное количество нарушений. И какой цинизм приезжает прокурор и говорит, что никаких нарушений нет. Безусловно, за это я буду бороться, чтобы все эти нарушения были признаны и исправлены. Потому что я вышла, но там остались те люди, которые недороги. И я бы хотела постоять за них. Есть что-то чего вы боитесь? Нет. А вы не боитесь за свою жизнь, если вы будете продолжать бороться с Африксином? Я не боюсь за свою жизнь. Это было бы недостойно. Это неправильно. Человеку дана жизнь для того, чтобы действовать. И менять мир к лучшему, так как он полагает, прислушиваясь к окружающим его людям, безусловно. Но бояться, бояться это неправильно. Когда вы планируете увидеть дочь? Я планирую прийти в Москву, увидеть ее там в ближайшее время. Ну а сейчас у бабушки будет? Сейчас, конечно, первое время. Безусловно, бабушка, она очень долго меня ждала, и она хочет меня видеть. Поэтому я думаю, что сейчас я как раз к ней отправлюсь. Да, может быть, с кем-то я буду рада встретиться после, а так и отправлюсь. Спасибо. Спасибо.